Смягчение наказаний. Депутаты Госдумы переводят преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений. ЖКХ, борьба с коррупцией, импортозамещение. Члены Общероссийского народного фронта определяют вектор развития в определенных сферах в новых экономических условиях. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Депутаты Госдумы одобрили декриминализацию Уголовного кодекса. Ранее инициативу Верховного суда России о декриминализации УК поддержал Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в Кремле 3 декабря прошлого года. Президент обратился к парламенту с просьбой перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений. Сегодня поправки успешно прошли через профильный комитет, рекомендованный к принятию. За побои, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, злостное уклонение от уплаты алиментов и использование поддельных документов введут административное наказание. Но повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние. Как отмечают специалисты в России с 2002 года, наметилась тенденция увеличения судимости по преступлениям небольшой тяжести. А ведь по статистике в этот разряд попадает каждое второе преступление. За указанные деяния, переведенные в разряд административных правонарушений, предлагается установить возможность назначения обязательных работ административного ареста. В ряде случаев может будет отделаться штрафом. Честная и эффективная экономика – эта тема стала главной на форуме ОНФ, который проходит в эти дни в Ставрополе. На форум приехали более 600 человек. Вместе они обсуждают самые острые проблемы в экономике. По оценке ОНФ, сейчас уровень неэффективности трат федеральных средств превышает 20% от бюджета страны. И в нынешних сложных финансовых условиях эти деньги необходимо использовать на развитие государства. ЖКХ, борьба с коррупцией, межнациональные отношения, импортозамещение – эти направления сегодня в приоритете южных и северокавказских регионов. И региональные средства необходимо расходовать именно по этим направлениям. Так, во время экономических дискуссий активисты ОНФ предложили вводить налоговые каникулы для предпринимателей, занимающихся импортозамещением. Такие льготы следует распространить на растениеводство, животноводство, рыбоводство, производство пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды. Члены Народного фронта полагают, подобная мера позволит вывести из синевого сектора подсобные домохозяйства, зарабатывающие на производстве сельхозпродукции. Параллельно на других площадках речь шла о неэффективных тратах. Я убеждён, что у России нет проблем с бюджетом. Никакого дефицита нет. Если мы будем эффективно тратить деньги, то у нас будет профицит. Вместо антикризисного плана сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бричалов призывает регионы составлять план развития. По его словам, потенциал у регионов есть, им надо помогать, а потому бюджетные средства нужно тратить разумно. Так считает и сопредседатель ОНФ в Ненецком округе Валерий Чупров. В целом, проект за честные закупки, допустим, сэкономил в государственной казне порядка 160 миллиардов рублей. Если взять работу этого проекта на нашей территории, в Ненецком автономном округе, то порядка 140 миллионов рублей, закупки на 140 миллионов рублей, так или иначе, попали под контроль активистов. Это 21 закупка. И закупки на 47 миллионов с лишним были отменены. В 2016 году Общероссийский народный фронт в Ненецком округе планирует расширять штат активистов, чтобы эффективных покупок стало больше, а неразумных трат меньше. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Изучение истории через игру. Наринмарцы вместе со всей Россией приняли участие в квесте, посвященному событиям Великой Отечественной войны. Ненецкий округ присоединился к всероссийской квест-игре, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Жителям Северо-Запада, в том числе и нашему региону, организаторы предложили прикоснуться к одной из самых печальных страниц в истории нашей страны – блокаде Ленинграда. Войно-исторический квест посвятили 72-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. Интерактивная игра стартовала в Наринмаре, как и по всей стране, ровно в 12.00. В течение нескольких часов команды двигались по заранее разработанному маршруту, выполняли задания и зарабатывали баллы. Перед началом игры обязательный инструктаж. Капитаны восьми команд уже понимают – легко не будет. За три с половиной часа нужно выполнить девять тематических заданий и решить девять исторических головоломок. Одними из первых в квестовый бой ринулась самая юная команда с символичным названием «Мир». Это команда восьмиклассников первой школы. На радость всех участников организаторы не запретили пользоваться интернетом. Как говорится, гугл хоть и в помощь, но школьники лихо бравировали знаниями, полученными на уроках истории. Через 13 минут отгадка была найдена – следующая точка маршрута у самолета Як-7Б. Здесь солдатам квеста предстояло разгадать символику азбуки Морзе. Этот способ знакового кодирования в осажденном Ленинграде изучали даже дети, которые записывались в народное ополчение. Уже после второго задания стало ясно – игра очень интересная, но местами и очень сложная. Не зря участники команды «Мир» накануне штудировали литературу по истории блокады Ленинграда. Я читал литературу, чтобы подготовиться к этому конкурсу, так как вопросы иногда сложные, иногда тяжелые. Надо быть готовым. И также это достаточно интересно, потому что тоже история твоей страны, история народа, стойкости. За знание истории и стойкости огромного многомиллионного города и его жителей организаторы щедро раздавали баллы. Конечная цель игры – набрать 871 балл. Именно столько дней длилась блокада Ленинграда – самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Ее кольцо сомкнулось вокруг города 8 сентября 1941 года. Немецкие войска были остановлены всего в 7 километрах от города. Для фашистского командования судьба Ленинграда казалась решенной. В директиве Гитлера номер 1601 «Будущее Петербурга» от 22 сентября 1941 года говорилось. Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли. После поражения советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Организаторы масштабного квеста Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» уверяют, все задания основаны на реальных событиях. Задача квеста в игровой форме – познакомить участников с жизнью и бытом ленинградцев, оказавшихся в блокированном городе. Ведь изучать историю можно по-разному – читая книги, слушая лекции, просматривая фильмы, а также участвовать в подобных исторических квестах. Кураторы игры в Ненецком округе не сомневаются – наши ребята справятся на отлично. Возраст участников от 14 до 30 лет. Как правило, в 14 лет уже большинство ребят, в зависимости от того, конечно, по какой программе история они учатся, но они уже изучают события и мировой истории, и события нашей истории России, и блокаду Ленинграда, вот так же, как Великую войну, разбирают уже очень подробно. Особенно те, которые планируют, что они будут сдавать ЕГЭ или ГИА по истории. То есть мы считаем, что ребята должны быть, в принципе, готовы. Как это обычно и бывает, в конкурсах победит команда, набравшая наиболее количество баллов. Результаты квеста и игры станут известны чуть позже. По словам кураторов из регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи, итоги подведут в торжественной обстановке на общем собрании 27 января. Именно в этот день, в 1944 году, блокада Ленинграда была полностью снята. Иван Никонов, Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Ненецкий округ вспоминает протопопа Аввакума. В Наринмаре состоялось массовое чтение знаменитого «Жития». Уникальный проект историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск» приурочен к двум датам. 25-летие музея и 340 лет со дня написания Аввакумом Петровым автобиографического произведения. Место для проведения массового чтения самого знаменитого литературного произведения, созданного в Пустозерске, выбрали не случайно. Часовня старообряческой поморской общины названа в честь протопопа Аввакума Петрова. Известное произведение пустозерского каторжника написано на старорусском. Сегодня этот язык звучит необычно и довольно сложно. А тогда, в 17 веке, когда люди жили под церковным каноном, он вызвал волну возмущений. Грубый, простой, без богословской лексики. Протопопа Аввакум сделал это нарочно, чтобы люди его поняли и пошли за ним. Это был 17 век. Кровавое и страшное время. На отрезок 100 лет пришлось несколько народных бунтов. Солевой бунт, два стрелецких бунта. Восстание под предводительством Степана Разина. Война России с Польшей, Швецией и с атаманами, с атаманской империей. И, может быть, самая жестокая еретическая зима. В результате, в середине 17-го столетия русский народ раскололся на два течения. Тех, кто поддерживал реформы Никона, и тех, кто шел против. Против переписывания церковных книг, искажения обрядов, бритья оборот. Самым ярым противником стал священник небольшого села Лопатицы Нижегородской губернии. Протопопа Аввакум. Свои противоборства он описал в житие. Помимо церковной темы, в автобиографии отражен быт и нравы того времени. Не менее ценно произведение и с точки зрения филологии. Готовясь к этому мероприятию, пришлось перечитать не только свой отрывок. Пришлось познакомиться, и это с удовольствием сделали, и со всем произведением, с аннотациями. Пришлось посмотреть значение слов. И когда человек фактически занимается языкознанием. И вот когда человек занимается языкознанием, он, наверное, потом заинтересуется и современным русским языком. Чтобы читать житие по-настоящему, участники проекта пришли в старинных костюмах. Мужчины облачились в кафтаны, женщины повязали платки. Всего за два часа 30 человек заново открыли для себя жемчужину русской словесности, гениальность которой прошла сквозь века. Валентина Чебичек, Роман Делимарский, Телеканал «Север». 25 января – Татьянин день и день российского студенчества. Традиционно студенты Ненецкого округа отметили свой профессиональный праздник на катке. Сегодня в России отмечается День студента Татьянин день, который уходит корнями в 18 век. Изначально он был приурочен ко дню основания главного вуза страны Московского университета. Около 7,5 миллионов студентов по всей стране отмечают этот праздник необычными гуляниями, маскарадами, флешмобами. А Татьяны в этот день пользуются особыми привилегиями. Татьяна Канева, студентка педагогического колледжа, признается, что катается на коньках редко, большую часть времени занимает учеба. Но в этот день будущая финансистка сделала исключение. Ой, сегодня столько внимания, все только поздравляют с праздником. Подарка не было, но поздравления от мамы. Я сидела на паре, и она позвонила ей так разъяренно, я понять не могла, что она имеет в виду. Она говорит, Таня, с праздником тебя, с твоим днем. Я такая ошарашена была этим поздравлением. Я родилась 20 января, и меня назвали в честь этого праздника, что скоро праздник Татьянин день, и меня два дедушки моих, с маминой стороны, с папиной, назвали Татьяной. Улыбчивая девушка и другие Татьяны на этом ледовом состязании получили сладкие призы от организаторов праздника. Остальные студенты получили массу удовольствия от катания на льду. В честной и веселой борьбе приняли участие шесть команд. От Ненецкого аграрно-экономического техникума, Наринмарского социально-гуманитарного колледжа и Ненецкого профучилища. Всего на лед вышло около ста молодых людей. После спортивного состязания на скорость победителей призеров, а также болельщиков пригласили на свободное катание. На этой недовой арене сегодня собрались три поколения студентов. Будущие, бывшие и настоящие. Вот уже жюри подвело итоги. Выиграла команда Чебурашки. Но главное, как говорят ребята, не победа, а главное – участие. Весь праздник сегодня общий. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Сегодняшние студенты – это будущее нашей страны, нашего округа. О том, как они планируют заявлять о себе, какие строят планы по развитию, мы поговорим с гостем в студии. Сегодня это студент второго курса Ненецкого аграрно-экономического техникума Максим Филиппов. Максим, поздравляю вас с праздником. Скажите, пожалуйста, как вы отмечаете День студента? Ну, в техникуме мы проводим ежегодно праздничный концерт, посвященный Дню студента, не только, но еще и Татьяниному дню. А есть какие-то традиции студенческие именно в вашем заведении и лично у вас? Ну, определенно таких традиций-то нет, да и у меня, в принципе, тоже. За вами студентами будущее нашего округа и страны в целом. Давайте поразмышляем, каким бы вы хотели видеть будущее свое? Ну, процветающее, конечно же, в личном и не только планах. Да, по окончанию учебы в техникуме вы планируете дальше поступать? Да, я планирую дальше поступать на высшее, ну, пока в армию, потом на высшее и там уже в дальнейшем. Также по профилю спасателя, да? А учиться вам нужно 4 года, да? Угу. Хорошо. Что бы вы хотели сделать, чтобы светлое будущее было в нашем округе? В нашем округе? Да, лично от себя. Лично от себя приложить максимум усилий в плане учебы, скорее всего. Ну, пока, потом в плане работы, да и... Хорошо. Несмотря на то, что вы получаете профессию спасателя, вы же еще и творческий человек. Да, у нас есть в техникуме, помимо того, что мы обучаемся, есть еще и театр. Вот, еще играем в театре. Молодежи нравится. Хорошо. А вот после учебы, как планируешь поступить? Остаться здесь или уехать? Нет, я собираюсь остаться в округе. А почему? Ну, я люблю свой округ. Отлично. Большое спасибо тебе, Максим, за беседу. И на этом наш выпуск новостей подошел к концу. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире. До встречи в эфире.